летом обычно мне нравилось приезжать на башню индустриальный поселок где там бабушка жила они же построили всю свою жизнь строили вот этот дом башня 16 пустотелые стены из кирпича были за шлаком засыпали что шлак это девач что-либо никуда было с этим шлаком все прям ну короче это полная херня не чтоб цельный дом кирпичи были все какие-то неровные раствора много ну и дом получился такой холодный там было где-то 4 комнаты и потому и кирпич осталось якобы они сделали типа кухню это же разделение на 2 1 там была топочная топочная там была стоял стояла печка газовый баллон значит газовая печка баллон привожу привозной пропан-бутан приезжала такая машина мужички такие тащили его на плече на килограмм 50 я потом таскал такие баллоны на мажорной было время очень много хотел топить дом вот таким газом газа не было такого подключенного никогда водопровода в этом доме тоже не было раз водопровода не буду соответственно не было и канализации воды ну на ночь стояла такое ведро как у нас в кафе по тюрьмам стоят параша такая в углу надо было туда сайт срать если ну срать конечно туда я не старался этого не делать и ходи ходили на улицу на улице там в саду в огороде так сказать стоял там стоял туалет типа галью то есть очко земле прокопанная яма и туда все это падало но летом там мухи были запах все такое зимой холодно надо было одеваться такое пальто длинная или еще что-то обычно пальто длинная в три кошки вот так вот валенки одеваешь шапку и пошел в этот туалет том садишься на это очко пальто длинная чтобы не обосрать этот край поднимаешь его так задираешь она холодная жопа вся на морозе вот и соответственно быстренько это все делаешь потом нужно чем-то жопу грубо говоря потереть берешь там газеты рваные они холодные тоже но 30 минус минус 30 пару тебя идет зимой там почему-то еще и света не было нужно было брать фонарик то есть ну потом фонарики уже появились как они до фонариков освещали ходили в но видим и никак вот видишь этот фонарик он светит вверх бумажка еле видно короче полу тьмяк полу это короче луч такой света от фонарика поднимается в нем летают значит твой пар который ты там дышишь жиринки какие-то ну короче феерическое зрелище вот эту бумажку она оставляет на руках эту краску типографская со свинцом там не знаю с чем она это сажа ничего хорошего трешь жопу жопа вся черная от этого ну и болезни получались всякие геморрои все это все это грязно короче помыться невозможно вот а ну да вот помыться невозможно в доме же еще и начни душа нет ничего нет воду возили опять же летом это такая тележка дед покупал одну стороне быстро изнашивались два две фляги молочных таких и оцинкованных ну вот прицепляющие и везешь едешь на колонку там недалеко очень на другом квартале раньше не чаще бы то мне ломались их при все меньше 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 становилось вот ну и соответственно я вот когда уже стал взрослым ну более-менее сильным а так возить бак тяжело конечно ты увезешь он он килограмм тоже 50-60 поднять его как-то нереально спину надо рвешь вот натаскался я таких бочков это самое там приходишь втыкаешь шланг и начинаешь наполнять зимой эта процедура иначе на санке ну два балла два две фляги я не усилен не осиливал ставишь одну флягу ну а это две и самки такие здоровые ну как вот в древних их картинах фильмах такие полозья железные такой деревянный настил туда два этих фляги ставишь вот едешь на колонку по снегу если снег высокий то она нихрена не едет можно сказать а если снега нет она упирается тоже не едет там попадается земля или еще какая-нибудь фигня а если снег укатанный то скользко ты скользишь санки не тянутся потому что надо в горку немножко там идти короче такая двоякая система вот но мне нравилось когда едешь колонки немножко под горку ты так садишься на эти санки ну и как бы отталкиваешься и управляешь хорошо едут интересно вот вот на таких санках приезжаешь колонки там тоже налить такая офигенная вокруг нее он кто-то долбит иногда колонка часто замерзала вокруг нее ставили такой жестяной жестяной заборчик туда насыпали уголь и он так постепенно горел ну обогревал ее немножко иначе вода замерзала ну минус 30 минус 40 что там говорить на морозе вот и вода шла набиралась теперь значит в эти по шлангу и ты вез их домой вот это можешь оперировать хочешь час из расходу и хочешь за неделю хоть за день хочешь за месяц ну вот ну там короче не мылись а ну старший дедушка бабушка они раз неделю раз две недели ходили далеко на стройку там было это как километр два три баня значит я туда с дедом ходил баня из себя представляет что ну баня со шайками с корытами то есть стоят такие скамейки из гранита краны горячий холодный ты берешь шайку мыла свое собственное покупаешь билет туда во первых и идешь туда вот когда маленький был в общественной бане так называемой там парилка кстати была ну не знаю пользуюсь и данная ну вот эта баня берешь шайку набираешь холодный горячий так уж по своему этому и начинаешь ее там мылить тебя обмывать потом шайкой поднимаешь маленький как может поднять так поискаешь на себя вот такую же систему я в армии застал точно так же никаких душев ничего краны набираешь с эту шайку народу дофига практически все с этим этим поставить его некуда когда рота моется вообще ну все скручено мочалка мочалка себя представляет губку вот натурально морская губка двух краев пришита к ней какая-то фигня вот видимо вылавливали их вот это была мочалка ну вот ходили мы в эту баню постоянно вот так что так не находишься если так загрязнился или там каждый день то что не примешь ну никак вообще вот ну я летом там проводил значит у бабушки ну летом чё хорошо можно воду навозить поставить ее в ванну она нагревается постепенно на солнце ну и когда там чё погулял побегал можно туда зачерпывать воды тебя так ополаскивать ну сверху как как-то ноги там помыть там еще что-то потому что все пыль грязь а чем мы занимались летом у сухар той же мы сашка меня там был друг от через дом то был украинец соответственно родители были с украины у него был брат у него еще была сестра но она утонула это материна ровесница они вместе ходили на муркабель там были водовороты и она утонула и они постоянно ходили на кладбище и и упоминали он был фронтовик работал могут этот сашкин отец он работал шофером но и сашка потом хорошо тоже пошел шофером и брат его тоже сообщил все они шоферы вот он у него такой был масс бортовой с деревянными бортами он видимо возил доски потому что постоянно две три четыре доски он привозил потом скидывал их них там около дома была такая гора до досок он потом из этих досок построил такую летнюю кухню ну ничего так я сидел как-то там чай пили ну вот у них был такой домик всех там были принципе одинаковые домики вот мы к сашкой иногда я ходил к нему домой часто у него был по тем временам такая диковина цветной телевизор это вот у нас еще ничего не было у него уже был цветной телевизор это ему как в честь ветерану там передвигу производства ну а чё он не пил ему вот это подарили телевизор на производстве вечером приходил у него кресло было он так садился еще как помню кресло услуга была вот этим поролоном таким не поролоном вот из машин сидений выдирает вот этот мягкую мягкий вот этот вот материал как то называется и он там был услуга так постеленного садистые было его туда садится было нельзя это его место ну никто не принципе бедно жили ни черта не было только ему там приемник подарит это вот его приемник телевизор значит телевизор так ни хрена не но он копил копил и под конец также как перед руку производства когда уже жизнь заканчивалась на пенсию ходил ему разрешили купить автомобиль вот там автомобиль же вы нельзя было в ссср купить просто так магазин пошел не стояли это надо было очередь надо было заслужить а чтобы продвинуться по очереди можно было заслужить там тебя могли ну в первую очередь вторую десятую то есть все хотели но машин не было даже деньги у людей были машины ну невозможно было купить вот он купил тогда жигули вот этот 01 это было чудо и помню мы пришли к сашке пока смотри она закрыта таким брезентом вот так это драл край ну такая желтая была типа вот жигуль это класс ну и все вот сашка мы постоянно ездили у него был большой велосипед назывался он урал что ли таки здоровые колеса а у меня вот это кама мне кстати ну вот родители чё скажу сказать где-то урвали эту каму привезли новый велосипед складной геля потом вот до дочка каталась точно такую же мы купили китайскую фигню складной это копия китайцы скопировали полностью кама назывался он был качественный все ничего вот я на нем рассекал все мы ко мне приставали где вы купили где вы купили то есть велосипеды были страшным дефицитом тоже нельзя было купить вот так вот ребенку пошел купил не это надо было где-то где-то что-то выкинули по каким-то базам ну короче это очень большая удача вот удача так мне улыбнулась купили эту каму и я там катался с ними на вот этой индустриальном поселке мы по улице там туда-сюда целый день ну за молоком с ним ездили в магазин на монтажный кстати вот в этом доме где моего пресловутого отца родители жили ну там его квартира как он проебал которую выписали посмертно оттуда вот вот в этом же доме был внизу молочный магазин что из себя представляет молочный магазин ну раньше самовслуживания не было прилавки такие и вот потом продавали это молоком то есть я как помню там пол такой гранитный ну залито этот мозаичный пол стоят эти бидоны и вокруг лужа то есть она же наливают оттуда зачерпывают таким большим большим половником таким зачерпывают это молоко он сразу на литр и тебе и всего там проливается и постоянно вот это все а там еще привозили новшество появилось это треугольные пакеты как вот в фильме отроки во вселенной там мусор когда выкидывают в космос вот этот треугольный пакет потому что этот придумал какой-то француз там или кто что ну заразь за рубежа прислали вот это вот технологию эти линии поточные туда запаковывали молоко вот так все все мою молодость всю мою день жизнь можно было купить его в этом пакете молоко и вот такая кара край к вверх а пирамидка такая обрезаешь его это пирамида фактически как вот пирамиды в гизы стоят вот точно каждая фигня вверх обрезаешь и на иной много отрезал неудобного но выливается оттуда про выплеснешь маленькая 3 струлька такая тоненькая тоненькая даже мало отрезал ну вот такая или и когда отрежешь их можно в рот его прям засунуть так упал пакет так сжимается вот ну прикольная вещь так вот эти пакеты они постоянно почему-то стали потом то ли автомат сломался видимо ну как у нас я не стали протекать кортик края разрываться все это тоже привозят эти ящики но они в таких железных железных ящиках таких из же из проволоки под ними лужа все это молоко лужа капец ну еще там молоко как было в ссср вида бутылках еще стеклянные бутылки было либо молоко либо сливки в основном бутылках вот этих брали уже сливки сливки это я вам товарищи это вообще это что-то не передание такие немного желтоватые ну вкус с хлебом хлеб был настоящий как вот ну я уже такого давным-давно не ела никогда не поем хлеб был идеальный был черный был белый вот и поэтому он видите дым он там дым и вот такой угол вот надо на дозовом стоит отыкательным тем не дышим ну вот и был значит вот этот вот хлеб делаю я белый не очень любил горочка весь пропеченный внутри никаких тебе изъянов одинаково всегда качество одинакового веса за этим строго следили госты соблюдались со страшной силой он был тот такой вкусный но я ел еще вкуснее когда в армии мы я вот мы поехали за этой ягодой да мы там нас про пара бросили и нам жрать было нечего мы сдавали бы туда можно было найти бутылку сдать у тебя давали 20 копеек и стоил хлеб 20 копеек вот ты берешь и там еще лучше был хлеб ну это в деревнях в какой-то своей технологии просто ну как вот я понял что раньше как вот в россии почему хлеб он не просто какой-то добавок еще он был основной пищи фактически ели в основном хлеб вот 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 и мы наедаешься просто берешь эту булку от лавыш ешь 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 запиваешь молоком ешь все ты поел тебе больше ничего ничего не нужно фактически вот это было основное питание почему так и было почему выращивали рожь пшеницу это заготавливали потом перемалывали в муку а из муки уже делали вот то что есть не заедать не ложить на него мясо бутерброд или счет а именно вот его есть а то что там каши были там ну это когда как мясо вообще никогда не было мясо мне кажется не ели его не было в таком количестве на празднике конечно было ну вот этот молочный магазин что себя представлял молочные изделия там же продавался еще и творог ну это было очень редко мы покупали творог вот это вот творожную массу это с сахаром и с изюмом вот такая тягучая ну надо вкусно ел бишь вот всеми этими продуктами но есть это невозможно ты ешь пока не лопнешь а тебе хочется еще 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 ты можешь только молока выпить но особенно сливок пока нигде не лопнешь перестать это вообще невозможно кстати когда я отработал на предприятиях вот это молоко давали бесплатно ну как за вредность что ли молока было полно чего чего полока было полно и вот это сливочное масло сливочное масло таких маленьких она была соленая крестьянская соленое крестьянское масло вот ну чё-то ему видимо тоже не хватало после когда я в армию пришел и начали приходить за границу с новой зеландии такие здоровые полметра на полметра такие ящики из картона его разламывать там кусок мяса масло так здоровый было еще говорят зеленое но я его зеленый никогда не видела только над желтые 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 ну чё ели вкусно новозеландская сейчас такого нет ну у нас по крайней мере в россии может за границей есть вот такие приходили масло вот и мы сашкой ездили туда берешь бетон и вот за этим молоком постоянно потом они его ставили в кастрюлю такой здоровый кипятили еще такое уложили на дно такой спираль чтобы она не выкипала ну действительно нет не выкипала помогает вот эта спираль сколько сейчас молоко никто не кипятит а тогда кипятили чё не пить же его сырым она была не пастеризованная а с пакетов вот в этих с пирамидок стреугольник там до пили из бутылок тоже пили уже сразу а вот на разлив нет разлив нет ничего не скажу ну вот мы так развлекались целое лето а чё там еще делать а потом у нас появился вдруг чё делать вот этот друг не знаю там бригадир бывший там не знаю только не только а это какого месяца ты не мезенцев подарил мотоцикл он короче чуток мы ходили как-то к нему в гости жил на соседней улице надо батик нему приходил что-то там беседовали не выпивали не знаю чё он такой был человек он был инженер там учился много один два три высших образования ни семи ничего наверно был голубой все таки говорят что он в армии служил в ракетных войсках облучился в него там типа потенция то все я не знаю так у него никогда детей не было никого не было он часто приходил к ним нам на день рождения вот у меня допустим подарил книгу там постройка модели судов вот такая шикарная где он их брал не знаю там книжка содержала в себе ну как модели строить какие были с раньше парусники какие современные суда там все как это все вырезать как это все ну и мачты сколько там канатов сколько просто справочное пособие все потом он мне подарил вот это вот юный электротехник старое здание и новое здание я с этом детям привозил показывал это вот он подарил вот и он в конце концов он ведь ну чем мотоцикл у меня он разобранный лежит у него лет 10 этот ковровец 175 и он нам его вот так вот отдал там был значит рама с двумя колесами руль и все остальное было ящики 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 разбросать на разброске на разброс у него была такая комуа рка весь мотоцикл там было и разобрал разобрала и ведь у него какой-то был этот самый на выгод что у него был как это сказать болезни не знаю как оно но тем все разбирал короче он че от тут любой механизм разбирать но не собирает но было и то ли интересно кто людную такая у него была особенность характера вот он его разобрал и все нам передал я начала вот это летом и ни черта не соображая никогда до этого собственно говоря ничего такого не он мне так нравилось ему сашкой но я основном что он там уходила я то еще продолжал там приходит учет и как-то через делал я там промывал детали и короче все приложил 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 несколько месяцев мы собирали собирали там какие-то болтов не хватало 4 а так все детали там нашлись и не знаю чего его не сделал все было вот даже больше там были потом уже запчасти и лампочки остались какие-то рычаги карбюраторы дополнительные какие-то шестеренки подшипники ну куча всякой хла хламятины потом я еще что-то доставал и вот я его собрал собрать того вот собрал а завести не могу то есть она же зажигание на выставить момент правильный там мне книжку он дал кстати он же книжку дал мотоциклы и от этого книги книжку дал ну инструкцию ну я там давай надо надо же опережение зажигания поставить на лампочку ну потом то я так все это понял а так то я ни хрена ничего не понял я никак не мог ну не мог попасть в зажигание нужно же еще смесь правильно бензин правильно смешать вот это всякая фигня минут не заводил тогда что-то мы пошли мы собрали это ну хорошо мне занятие есть чем ничего сделать мы по собираем по собираем что ты сашкой подделаем мы с ним сашкой карты играли вот шахматы играли нас такой патефон был патефон тоже сделали собрали с ним играли пластинки слушали там ну короче так вот занимались чем-то тут мотоцикл появился класс да не какой-то мопед а мотоцикл а в те времена пацаны в основном родители мопеды покупали рига там верховина всякая-то фигня кто-то в моторчике ставил велосипеды кто еще что-то но не скажу что была слишком редкость но она стоила дорого но для нас и как бы покупать мы не могли они всегда были нищие вот и фактически вот тогда поиметь такую технику было но все пацаны гоняли никто никогда ничего не регистрировал без касок без нихера по деревням бензина было дофига бензин вообще с ссср ничего не стоил его выливали даже в эти в канавы в ямы потому что водители допустим он пишет три рейса на три рейса просто настолько это бензина ему этот бензин выдают а он их не проехал них и на он приписками занимать раньше все вот это ссср занимаюсь приписками чтобы зарплату получить больше никто ничего не делал а на бумаге все же было сделано куда мы девать от бензина выдевать некуда поэтому вот на амуре там миллион лодок было гоняли все этот бензин никто в жизни не покупал он выдавался кстати по талонам по таким его на бензоколонке то и не было и никакие кассы ни хрена ничего вот тебе даже 20 литров тебе талон даешь и кстати было непонятно я отговорил но у тебя не влезло 20 литров а талона 20 литров чуть делать все что хочешь делать вот это больше два раза по 20 даешь а у тебя вошло только 30 короче какая-то фигня творилась стресс страшный это ужас какой-то вот потом уже начали за деньги там типа сколько это до сих пор еще нет такого что сколько ты залил столько и оплати ну вот калининградской области есть как бы ему залил залил потом рассчитайся надеюсь ты сперва рассчитайся а там у тебя не вместилось и чуть и пойдешь под ну так как бы карточки деньги а потом возвращать но это тоже треш какой-то ну до сих пор такая система ну короче мы собрали а завести не можем и тогда вот пошли гребегинюку там у них семейка была читать 8 детей или 7 детей он был фронтовик нога у него что-то не работаю все они сидели ну вот такая у них характер был все сидельцы и вот этот сашка он тоже был оказывается не быстро мотоциклы данным давно у него там стояли он их нужно не ездить и попродал он был сеть он сразу пришел засунул отвертку свечку выставил верхнюю мертвую точку и такую губы ни хера ну видно чуть понимать раз и на там такой прерыватель на колен валу коп поставил его примерно в это положение так все на глазок и туда повернуть на опережение поставить рыкнул дрыгнул два раза и он завез и страшно тоже он ревет мотоцикл ревет дым идет все классно ну работает короче все завели все нормально давай кататься опять ездить я татуроком не умеет там же на сцепление выжимать то-то все опять посадил этого сашку он сел сзади и давай там гонять и давай гонять ну короче вот поворку колонки мне страшно я уже буду восстанавливайся все а он умеет управлять мотоциклом чуголь для меня все-таки сколько мне там было я не знаю для 12 ну для меня это техника большая мотоцикл все-таки это здоровая вещь мопедом надо было начинать то есть сразу с кого велосипеда задрочена сразу мотоцикл я еле-еле ворочал то его же надо было выкатить со двора там немножко вверх перекатить через какие-то ничего же не приспособлено ручки не пролазят в калитку нужно одну ручку было так там тянуть зато накачаешься ну и вроде как я накачался там да немножко так когда я пришел потом музыкальную школу готова это за лето подкачался я же не замечаю этого вот мотоциклом бензина я тоже дышался там промываешь детали ни черта я не понимаю покупают этот бензин в масло мешаешь там все детали меня же все надо чистенькое все надо поставить промыть мыть нечем не было ни горячей воды ни хрена не йорхер и не высокого давления ни черта не ну вот так ставили туда ну вот проехались мы его завела на давай сашкой кататься а где кататься по поселкам поселков что-то не нравится материли нас там помню как бабка мы едем кричит суки суки такие не знаю чем первый раз то проехали там можете кто-то уже достал я не знаю ничего не нравилось вот не нравилось он трещит конечно ничего не говорю то он поехали в карьер с этим сашкой ну там я история что у нас отобрали этот мотоцикл ну как ребята они говорят давай прокатимся ну типа драка не драка ну короче они уехали и не приехали потом их милиция поймала этот мотоцикл они куда-то на дорогу поехали гаи гаи милиция милиция фактически отобрали у них этот мотоцикл а потом я пошли уже с бабушками как ветеран там то есть все партийный работник вызволила этот мотоцикл из этой милиции я повел его домой ну так мы развлекались эти мотоциклы так он у меня потом и ничего работал в указку мне купили но никаких документов на него нихрена ничего не было конечно вот фактически но не знаю ну понятно ну вот короче меня выгоняет как всегда обе государственные говорят снимать вообще ну да все ясно хорошо так что охрана вот видите на на стадионе снимать нельзя там снимать нельзя ничего снимать не я общественное место снимать нельзя как нежелательно ну вот и все что я могу сказать не тоже не все конечно еще будут долго рассказывать про эти мотоциклы про еще про что-то говорю настроение только сбивает можно было там давайте предъявите правила давайте посмотрим на законы давайте посмотрим на то но это уже совсем другое видео правильно не про это же парках вот он парк как они говорят парк скоро в парках нельзя снимать когда обычно приходишь на рядом там допустим какие-то стоянки там ну торговые торговый как они базары там снимать нельзя кричат на начинает охрана нельзя то есть драться со всеми жизни не хватит везде все нельзя а им все можно вот этот общественный объект построен на общественные деньги но общественности там снимать нельзя вообще нельзя ничего делать если я камеру спрячу то мне никто ничего не скажет а если камеру видят то снимать нельзя вот так вот ну фактически потом мы мне мать короче отец вернее вернее даже отец мать почему там участвована коляску купила он откладывал деньги на типа страховка до 18 до 16 лет вот это деньги пришли 1000 рублей мать доложила еще 300 не знаю каким образом она взяла кредит что ли данным и пошли купили лишь юпитер 5 2 крышковой красный такой ну вот уже этот коврой стал не нужен тогда я уже зарегистрировал его это было уже где-то 80 на 4 85 год еще в техникум учился помню ну да это практически 86 экзамен надо было сдавать этот мы на маяке был такой магазин рядом там с 38 32 3 остановки вот продавали его там но мы оплатили выкатили собрали и что-то бензина у нас не было ни хрена ничего не вам можно было завести да поехать у меня у меня права то были права то у меня были да я еще же ходил до сав до этого уже было интересно там хорошо меня обучили вот этот вот мотоцикл мы купили и фактически мы же начали ездить но это было уже не так интересно потому что вот зарегистрировать кстати его было очень сложно сколько я помню эти карточек по написал нужно было занимать короче целый месяц я заняла нужно было пойти гаи занять очередь там километровой очереди сегодня типа прием заканчивался завтра заканчивается будет в одно окошко целый город во всех там твой машины то перерегистрация то еще чего-то вот и туда надо было сдать потом через какое-то время прийти получить номера вот короче это событие непередаваемо то что каждый года еще техосмотр был пока был новый не надо было техно потом через три года по на 4 уже на было каждый год проходить ну вот мы проходили фактически его мы ездили на дачу с коляской с этой дачу там далее какую-то клочок земли 2 в одном месте потом другом и садили там типа ну надо же было себя обеспечивать пропитанием без тоже был не было никак ездили пахали там то кто-либо там спахивали нам том-то мы сами спахивали потом купили мотоплуг такой но который механический землю измельчает и фактически высаживали картошку для собственных нужд там ездили туда ну так вот развлекались каждую субботу-воскресенье то окучивать ее то выкорчевать то выкорчевать оттуда сорняки то еще что надо было собрать выкопать и и потом собрать потом привезти но мотоцикл могут они увозил там сразу 100 мешков то не увезешь ну там что-то урожая были не очень ну там два-три мешка в коляску навалишь вот так съездишь и так много рейсов сделать туда-сюда 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 вот так я провел потом своей техникумские годы ну и так я ушел в армию мотоцикл раз раскомплектовали стоял дождался меня два года ну вот ну когда пришел с армии еще поездил немного на нем